Друзья, всем привет, Good Game! Рядом со мной сидит человек, которого, наверное, многие уже знают в лицо, собственно, но если вдруг существуют такие люди, которые не знают нашего старбоя, это Алексей, я знаю, как тебя зовут, у тебя фамилия Крупник, я это тоже знаю, Алексей Вайтра Крупник, просто живая легенда. Ну, до поры до времени. Леха, я слышал такое, что тебе скоро прижизненный памятник в Одессе поставят. Когда? От кого ты слышал? Рокский с фемейл. Да, я понял. Нет? Ладно. Это первоапрельский розыгрыш. Ну, в Одессе первое апреля каждый день, на самом деле, насколько я слышал. Хорошо, давай ближе к нашему турниру. Как тебе вообще? Ты тут не впервые, да и вообще посетил тут очень много турниров. Ну, вот вообще, как тебе атмосфера именно с сегодняшнего дня? Ну, чувствуется необычный такой шарм, очень много иностранной речи, что не может не радовать. И, конечно же, очень хорошо подготовились и организаторы, и журналисты к этому событию, очень много всяких репортеров. Как бы, я лично доволен. Сыграл ты две игры, правильно? Да. 2-1 в первой и 0-2 во второй. В смысле матчах, это даже называется матч, а не игры. Что пошло не так против Кассы? Рассказывай. Ну, в первой игре я там накосячил с разведкой. Недопустимые на игре мы уровня просто-напросто оставить без разведки. И, там, на карте Scrap Station, кто знает проход между мной и Кассом. И в этот момент, когда я там искал якобы третью базу, ну, где, думал, Касс прятал, не было никакой третьей базы, врач сам себя перехитрил, и стоял войсками не в удобной позиции. Касс этим воспользовался, просто за стимпатчем у маринеров, ну, пришлось там использовать форсфилды, там, часть армии отойти. И в этот момент буквально 5 секунд, где хватило, чтобы Колос вышел. То есть, такой вот фейл с моей стороны, как бы, стоил мне первой игре. Хотя, по тактике, по таймингу у меня все было отлично, идеально. Я подбодрежал 2-3 Колоса дальности, пришел бы, как бы, запушил Касса. То есть, ему бы, на тот момент у него даже эффектора не было, ничего. В вторую игру Касс сыграл великолепно, развлекал меня с двух сторон. Потом напал в тот момент, когда вот-вот должен был выйти Колос, он вышел. Он убил меня как первого Колоса, потерял там пару бойцов своих и отступил. То есть, впоследствии мне не хватило, как раз, этого Колоса, чтобы достойно отбиться от следующего пуша, который уже был там с медиваками, с викингами и с равеном. То есть, там буквально осталось сегодня пару викингов, пару мародеров, но это было достаточно, чтобы одержать победу в этой игре, потому что медиваки все-таки это очень быстро отлечивают. Хорошо. Сколько игр у тебя осталось на сегодня, противники, ожидания на сегодня? Я остался, он тоже очень непростой противник, как бы, но буду... Мне надо, главное, выйти в миддл-игру мне. То есть, без потери, там уже будет, ну, намного проще. Мне этого пока не дают, к сожалению. Но буду стараться лучше делать. Вопрос, которым тебя уже, наверное, достали. Трипл-кил просто, дота терминами или, не знаю, Unreal Tournament. Была ли там часть везения, либо то был пик, либо пик остался, либо... Что это вообще такое было? Как? Ну, мотивация и планомерная подготовка, тренировка. Там игры были, конечно, на стадии плей-офф в начале на турнире Тейксена. Там тяжелые были игры, я вытаскивал. Американские турниры, там было время для того, чтобы подготовиться к определенным противникам, натренировать матчапы, проработать тактики в действии. Что мне удалось подготовить, то есть, я вел свою игру. Не поставился под руку противников, а просто внул свою линию, и мне это удалось. Конечно, я сам не ожидал, что удастся выиграть на всех турнирах. Я считал, что там одном победить, может, куда-то по Суб-3. Но, тем не менее, я доволен очень результатом и счастлив. Хорошо, немного отступимся от темы киберспорта. Сколько процентов скилла добавляет Миссис Вайтра? Ну, тут трудно сказать. Конечно, поддерживает меня в моих начинаниях. А на что-то добавляет, но они знают. Ощущаешь себя спокойнее? Ну, вообще, просто спокойнее? В принципе, да. Думаю, что тут главное найти взаимопонимание, и чтобы тебя не отвлекали, когда ты играешь, или ты не нравится. С этим у меня, слава богу, все хорошо. И, как бы, на следующий турнир или через один турнир мы поедем вместе куда-то. Замечательно. Хорошо. Вот ближайшие планы на LAN-ивенты. Какой следующий твой LAN-ивент, ну, скорее всего, будет и когда? Ну, посмотрим. Есть варианты, как бы, и в Корею поехать, я пока еще не знаю, получится. JSL. Да, но это надо долго, надо сделать трудное решение. Потом в Финляндию я не еду, потому что, как бы, полкап со временем не получается. И, конечно, хочется пройти ветку отборочных в турнире TSL. То есть там в Афланте-Наймл, как я понимаю, будут в Нью-Йорке. Ну, и плюс еще будет TXN Story 3, то есть этот же турнир, который был в Германии. Туда меня зовут уже, как бы, слезно, и будет сложно отказаться. Хорошо. Такой вот вопрос. Просто, вот, самый серьезный игрок Европы, вот, на твой взгляд. Ну, если не скромный, можешь себя назвать, если скромный, кого-то другого. То же самое про Корею. Да, тут тяжело назвать. Есть там топ-10, которые всегда меняются, чередуются. И вот в этой группе, вот, в которой я сказал, нету сильных и слабых противников. Все противники, как бы, да, все сильные, и они на одном уровне. И тут, как бы, ни с кем не расслабишься. Это Стерков-2. Я понимаю, но все же, я прошу тебя назвать всего лишь один никнейм. Я понимаю, что в этом будет объективности крайне мало, потому что реально топ-4, топ-6 можно назвать. Ну, не топ-1, но одного, просто один ник. Это все же невозможно, реально. Я тебя назову Димуслима, Каса, Нани, Соки, потом Наму, Стрелка, Димагу. Это все братка, игроки, которые, как бы, сюда претендуют на самые высокие места. Ладно, топ-3. Вы, вы, выдвинуть. Топ-3 Корея из Ка-2. Корея именно. МС, наверное, для меня. Потом MVP, Теран. И тестер. Понятно. Хорошо. Завтра у тебя сколько игр? Завтра две против Димуслима и Мерза. Ну, говорят, что Мерз так себе. Ну, так не так себе. Всегда показывают достойную игру. Он еле-еле его, Димуслим, выиграл 2-1 сейчас. Я с ним тоже встречался на каком-то турнире. И у нас, кажется, счет уже был 2-1. Поэтому, как бы, тут... Расслабляй. Ну, конечно. Против Теранов не получается расслабиться. Расслабляться нельзя. Хорошо. Ну, я думаю, в принципе, мы подведем итог. Огромное тебе спасибо. Передай привет нашему любимому комьюнити с Гудгейма. Всем привет. Спасибо, что поддерживаете. Рад всех вас видеть. И, конечно же, достигайте намеченных целей, которые вы перед собой поставили. Ну, и пожелаем тебе удачи. И скажем огромное спасибо. Давай, жги, Леха.